Аллаху Акбер, Аллаху Акбер На площадке собрались сотни верующих не только из Ленинского округа, но и со всего юга Москвы и области. Курбан Байрам отмечают ровно через 70 дней после еще одного важнейшего мусульманского праздника – Ураза Байрама. Принято, что в этот день ранним утром мужчины собираются, чтобы совершить намаз, то есть помолиться. Женщины тем временем накрывают дома праздничный стол и собирают гостей. Эта молитва является коллективной, то есть эту молитву человек должен делать в коллективе, то есть он отдельно ее не делает, поэтому все собираются дружно и совершают молитву вместе. То есть собраться, провести праздничную молитву и совершить жертвоприношение животного, то есть это несет с собой вознаграждение для мусульманина. Дословно Курбан Байрам переводится с арабского как праздник жертвоприношения, как правило в роли жертвенных даров баран или верблюд. Вопреки популярному стереотипу, убивать животное на территории мечети или места проведения молебна запрещено. Сделать это можно на ферме или во дворе частного дома. Кроме того, религиозные правила запрещают мучить животное. Жертва не должна даже видеть ножа. Это может послужить любое животное, кроме птиц, достигшее определенного полувозрелого возраста. От семьи достаточно одного барана. Не на каждого члена семьи, а одного барана от семьи. Даже если семья состоит из ста человек, то есть достаточно одного барана. Нам не нужна жертва, нам не нужна лишняя кровь. Блюдами, приготовленными из мяса, в дни Курбан-Байрама принято делиться. Треть отдать нуждающимся, треть гостям и только треть съесть самим. После проведения намаза всех верующих угостили пловом и сладостями. Помолиться и правильно начать праздничный день собрались представители разных национальностей. Граждане России и стран ближнего зарубежья. Здесь и представители Узбекистана, Ташкестана. Мы как бы все в один день, мы все вместе. И основной наш девиз – это единство. Вот единство. В этот праздник объединяются семьи. Соответственно, вот сейчас мужчины возвращаются домой. Столы накрыты, гости. И этот праздник, ну как бы сказать, уже идет по всему миру. Курбан-Байрам у мусульман длится на протяжении трех дней. Поэтому в некоторых регионах страны 11 июля объявлен выходным днем. Кстати, по традиции, в праздничные дни мусульмане не имеют права отказываться от приглашений в гости. Ведь для верующих это праздник единения, добра и помощи ближнему. Самый большой праздник во всем мусульманском мире. Желаю всем представителям нашего единого Бога и христианам, и иудейской вере, и нашему последователям пророка Мухаммаду Мустафа, чтобы был мир на земле.